Здоровье женщины начинается с момента ее зачатия. И смотрите, что природа нам придумала. Она дала женщине очень интересные органы, которые у нее располагаются в брюшной полости. Они железистые, то есть это железки. И они имеют запасы в своей структуре, запасы будущих зародышей. Будущих зародышей, то есть это такая-такая большая камера хранения, в котором есть курочку, кто вскрывал, внутренности убирал и находил у нее яичники. Видели, да? Видели. Так вот у женщины в каждом яичнике по две с половиной тысячи вот этих зародышей. Их у нее два. Считаем, сколько получается. Пять тысяч зародышей, мальков, женщине природа положила. Скажите, зачем? Как она так могла ошибиться? Ну, отвечайте, подумайте. Для чего? Во всякий случай. А случай какой должен? Сколько должна женщина жить тогда? Да? Нет, нет. Женщина должна жить 500-600 лет. Представляете, у нее вот взяли, посчитали, если, понимаете, в один месяц в одной яйцеклетке появятся яичники, в другой. То есть, потом этот процесс, когда включится, то в одном, то в другом, то в одном, то в другом. Будут созревать яйцеклетки из расчета того, что каждый месяц женщина способна оплодотворению. Поэтому в природе-то все продумано. В природе все продумано. В природе животная самка созревает у нее яйцеклетка сколько раз в году? Крова сколько раз способна подпустить себе быка? А женщина? Вот каждую минуту, правда? Только толку от нее. Только лишь сначала побаловаться, попривлекать, а потом этим еще и руководить. Не дам тебе секса, никакого не получится, пока мусорное ведро не повынесешь, пока картошки не накопаешь, пока тысячу долларов как минимум не привезешь в казну. Смотрите, что делается. То есть, женщина, не понимая вот это свое предназначение, свою жизнь. Представьте, природа, я вам говорила на прошлых занятиях, что почки у нас на 400 лет. На 400 лет жизни. Как так природа вдруг придумала? Если бы природа, если бы мы не способны были столько жить, нам и не дали бы таких запасов. Отчего же женщина умудряется одно только чудо воспроизвести? Объясняя, что как же сейчас это, это же не про кармии. Как же на такие деньги выходить? После военное время это были миллиардеры все, да? Все миллиардеры. А сейчас нет, не на что. Не на что, не на что. И мы вот в этой иллюзии с вами живем, продолжая создавать условия нездоровья. Поверьте, я сейчас не говорю вам за пятилетия, за десятилетия. Я вам говорю здесь и сейчас, что вы должны понять и что вы должны сделать. Итак, женщина за свой репродуктивный период, а сейчас репродуктивный период у женщины, ну максимум до 50 лет. Максимум до 50 лет и прекращаются. То есть вот эти вот зародыши, они просто берут и умирают. Все. Наступает склерозирование яичников, и женщина перестает представлять интерес для общества кокосов. Потому что женщина представляет интерес для общества в качестве кого, скажите мне? Как производителя будущей жизни. Все. А вам-то, когда заканчивается этот период, хочется, чтобы на вас продолжали смотреть. Вам хочется, чтобы у вас морщинок не было. Чтобы бриллиантики в ушках были. А за что? За что вам? Вы ценность не представляете для общества. Все. Вы, вас надо все на помойку выбраковать. Грустно, правда? Спасибо. Ну, хочу сказать другую вещь. Поверьте, есть хорошая китайская пословица. Не может быть дерево зеленым круглым. Так и человек не может всю вечность быть святой. Поэтому наступает золотая осень. Золотая осень, поверьте, это тоже хорошая пора. Вас как-то удручает сейчас 3 декабря и не снежинки на земле? Хорошо. Представляете, я не помню такого, чтобы в Сибири 3 декабря была зеленая трава. А вам показывают, что не в вашей власти управлять. Управлять всем этим. Вам нужно смиренно принять, что с этим происходит.